Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Лидия, со своими криминальными, так сказать, историями. Сразу отвечу на один, пожалуй, прозвучавший вопрос от одного из подписчиков. Это о том, как я отношусь к гастросенсам и случалось ли мне работать. Он о нем. Сразу отвечу на вторую часть. Не случалось, увы. Но отношусь положительно весьма, хотя лично, так сказать, и не сталкивалась с ней в расследовании уголовных дел. Хочу сказать, что я фанатка, будем так говорить, битвы экстросенсов. Я просто подсела на эту передачу. Это единственная передача, которую я смотрю по телевидению. В прошлый раз я говорила, что телевидение вообще не смотрю. Вот это вот единственное исключение. Где-то оно со мной приключилось года три назад, видимо, да. И, наверное, еще и потому, что я, в принципе, лет уже так как-то 15 увлекаюсь эзотерикой. Я очень много читаю литературы, газеты, журналов специальных по этой теме. Меня еще интересует пространство, время, феномены человеческой психики и так далее и тому подобное. Поэтому, так сказать, то, что творят, как расследуют экстросенсов, преступления, в это я верю, безусловно. Безусловно, они видят. Насколько, правда, у каждого свое, насколько им, так сказать, высшие силы показывают, а может даже бывает, что иным не показывают вовсе. То бишь, не суйся, не твое это, нельзя. Вот и все тут. И это следует понять вот такого рода деятелям. Единственное, значит, в свое время у меня было уголовное дело в производстве, когда-нибудь я об этом расскажу, очень интересное дело. Там один гражданин возомнил себя, так сказать, инспектором нашей армии и разъезжал в погранном весе Великого Советского Союза, инспектируя, так сказать, тайком некоторые воинские части. А если что ему не нравилось, по его мнению, не так службу несли, он изготавливал взрывное устройство самодельное, и я привязывал его к двери, то есть методом натяжения дверь открывается, когда происходит взрыв. Вот так. Ну, там и убийства были, правда, не в результате взрыва, а натурального убийства при помощи других орудий. Поэтому, значит, в этот раз мне повезло в кавычках. Если, как правило, я оказываюсь руководителем следственной группы, если преступление совершается на нескольких территориях Российской Федерации или раньше от Советского Союза, то это было единственное исключение, когда, значит, в Литве были уголовные дела, в Москве, у нас, и генеральный прокурор назначил руководителем следственной группы москвича. Ура, ура! То есть я уже со своим делом, со своим эпизодом полностью отработанным повезла дело в Москву для передачи. Так вот, ко мне, поскольку основная доказательственная база, в общем-то, по всем этим преступлениям базировалась именно у нас, от этого никуда не уйдешь, буквально все было завязано, значит, на тех доказательств, которые добыли мы по своему эпизоду, они увязывались с другими эпизодами, и поэтому ко мне приезжали и следователь из генеральной прокуратуры Литвы, и следователь из московской городской прокуратуры. Так вот, вернее, не следователь приезжал, это здесь не следователь, а из Москвы-то оперативники, ведь манистарское дело следователь будет сюда ехать. Так вот, оперативники, когда приехали с угловной Урылска, и у нас просто разговор зашел. Дело было еще давно, в 80-е годы, только-только начало было, да, по сути дела, еще начало-то особого такого резонанса не было по поводу этих экстрасенсов, ясновидящих. И речь как-то зашла вот абсолютно случайно, они говорят, там, говорят, используем, я, что вы говорите, как интересно, а как, ну, самое главное, это, а процессуально-то как? Потому что все это к делу не пришьешь, это не источники доказательств, это не сами доказательства, то есть они ни о чем поговорили, сказали и с миром ушли, вот и все. Они говорят, а мы заучились, значит, типа диплома, что ли, или заключением Академии наук, где-то, то есть их как-то протестировали и дали такую бумажечку. Ну, без бумажки, букашка, естественно, бумажка, человек. Поэтому вот при наличии такого документа, то есть, что он обладает аксессорными способностями, вот тогда на полном серьезе мы привлекаем его в качестве специалиста. Да, это пока предусмотрено. В качестве специалиста, и вот тогда либо вещь там потерпевшую, либо там еще, и он тогда уже говорит, вот там-то, там-то, тут-то, тут-то. Ну, не обходилось и без казусов, и, наверное, тоже об этом читали, что очень много таких ясновидящих в первый год и привлекали. Вначале подозревали совершение преступления, мол, не мог он увидеть, если сам не участвовал в угоне. Вот так. Как бы самой не случалось, увы. Но я пыталась видеть Бог, потому что иногда вот бывают такие дела, резонансные, и вот, ну, просто вот душа не терпит, а я не могу ничего сделать. Ну, не могу. Я тыкаюсь в все стороны вместе с оперативом, у нас ничего не получается, никакой ниточек. Куда бежать, что делать, ну, что делать, ай-яй-яй. И вот тогда думаю, ну, хоть бы какой-то экстрасец бы мне помог, хоть бы он мне бы сказал, куда, в какую сторону-то бежать. Мы бы уж там-то уж как-то изладились, мы бы уж там-то уж все это сделали как положено. Был у нас у одного работника мать и нашего работника бывшего. Она ясновидящая была, я слышала о ней, я уже возмолилась потом, это Сережа. Ради Бога, поговори, а ну, поговори. Вот никому, видит Бог, никому никогда не скажу, даже не промолву словечка. Вот пусть только вот поговорится, но и скажет хоть словечечка, куда бежать, и все. Нет, сказала, нет. Она сказала, нет, мне это не надо. То ли не разрешили, то ли, ну, короче, своя рубашка влежит тело. Не буду еще тут. Вот так. На том все дело и кончилось. Я вот о чем хотела сегодня поговорить. Дело в том, что вот уголовно-кустальный кодекс как бы изначально ставит следователей, не только следователей и оперативников, тоже какое-то положение такое, то есть обозревает. Ну-ка, ты кто такой? Ну-ка, как ты будешь действовать? Да наверняка раз гильдия, да наверняка мерзает. Да ты вот такой. Иначе как объяснить, например, институт понятых? Вот кому они нужны, вот эти граждане с улицы, чтобы они вот сидели здесь и стояли часами при осмотре, при обыске, при венке и прочих, и прочих, и прочих делах? Ладно, еще раньше, у людей страх, могу сказать, еще. Ну, чисто генетически, с 37-го года еще остался. А теперь ты, извините, нет. Теперь раньше, пожалуйста, поприсутствуйте. Ну, ладно, думают, уж побуду, а то мало ли чего потом. А теперь уже говорят, да идите лесом, а мы не вправе никого заставить. Гражданский долг. Что гражданский долг? Ну, сейчас забыли, может, это такое, да и не знали вообще. И другие тоже статьи, что... А уж, что касается, например, таких, как незаконное привлечение к уголовной ответственности, и статья такая, естественно, в УК имеется, или незаконный арест. А зачем ее взяли в уголовный кодекс? Так что, потому что ты изначально будешь стараться все сделать не так, незаконно, уничтожить, забнобить, ни за что посадить. Понятно, что это их седьмое, а вдруг? И вот тогда начинается, конечно, если случается такой казус, а он случается иногда, увы, мы все люди, все человека, мы тоже ошибаемся. Либо так ситуация складывается. Вот я об этом сейчас расскажу. Как бы я виновата, а как бы и нет. Вначале вот такой был случай. Когда я работала еще в районе, на земле, как мы говорим, да, вдруг из милиции поступает звонок, лезь в огонь. Приходит, пришел тот мужик с явкой с повинной. Что за явка с повинной? Жену говорит, убил. Да, что вы говорите? И как? Ну, потому что явка это ведь тоже еще не о чем. Молодой человек по каким-то причинам вдруг решил себя оговорить. А бывает еще такое, что если совершил тяжкое преступление, то признается в начале какой-нибудь кражонки, чтобы слинять места не столь отдаленные, год-два там пересидеть, пока все это утрясется. А потом выйти с миром и жить дальше чудесненько. Так вот, убил, говорит, жену, расчленил и закопал. Око. Ну ладно, говорю, принимайте явку, поедем, посмотрим. Все, ведет он нас на место. Как было-то, спрашиваю. А было так. У него работа была связана с командировками, постоянная командировка. Жена-то у него попивала, извините. И вот сколько лет уже с ней он живет, а не приезжает она все пьяная. Дома бардак, ничего не сварено. Ну, короче, ужасная жена. И вот мыкался он с ней, мыкался в оконцовке, приезжает в один прекрасный день. Ну, картина та же самая. Сцена первая, акция второй, те же и я. Вот она, значит, нарисовалась пеничненькая. Дома, естественно, не поедет. Надоело это мужику. Говорит, да что же это такое, да сколько же можно терпеть. Короче, как, постанул ее кулаком по лицу. Не то палка или какой-то, не припомню. Но неважно. Она упала. Упала и лежит себе. Ну и лежит себе. Он обозленный ушел спать. Вот он просыпается, где лежала, там лежать. Так, вроде как быть не может. Вроде как проспаться должна уже. И встать, или чего-то. Подошел, мертвая, неживая. Ой, убил, убил. Делать-то что? Делать-то что? Господи. День. Ну, запил мужик, конечно, с горя. Да и запьешь с такой средствовой ситуацией. День пьет, два пьет. Жена лежит, мертвая. Так, делать что? Не лезь, ай, садиться. Ай, неохота. Так, ну, в общем-то, меня как бы тут нет. Я еще как бы в командировке. Да и ее-то, блядь, кто хватится. Давай-ка я ее расчленю. Вот набрался он. А какая-то такого. Расчленил. Ручки, голову, ножки. Все это на кусочки. Начали с мешок и закопал. Но снится ему стала она. И вот не может человек себе место найти. Делать-то теперь что? И так нельзя, и этот нехорошо. Не. Проходит где-то недели две уже. Надо задаваться. И вот он и пришел, миленький. Выезжаем. Указывает место. Выкапан. Да, расчленный труп. О чем тут говорить-то? Естественно, дело возбуждается сразу об умышленном убийстве. Куски эти направляются на судебную медицинскую экспертизу. А дело это не быстрое. Заключение я смогу получить только не раньше, чем через месяц. Пока все опишут. Потоп. На химическое исследование, на гистологическое. Ну, куча еще дополнительных методов исследования. И только тогда уже, может быть, составит заключение эксперта. И я об этом узнаю. Какова там причина смерти и прочие дела. То есть на те вопросы, на которые я и поставила. Ну, ладно. Дело-то ясное. К бабке ходить не надо. И к саденцам тоже, кстати. Убил, расчленил, закопал. Все понятно и ясно. Естественно, мужика арестовали. Увезли его в СИЗО, в тюрьму. Он там сидит с миром. Я работаю по другим делам. Жду пока заключение эксперта. Другие там материалы. Проходит месяц. Я получаю заключение эксперта. Причина смерти. Он на гражданке. Алкогольная интоксикация. Так. Ай. Ай. Боже мой. Делать-то что теперь мне-то? Ой, господи. Боже мой. Незаконный арест. То есть нет никакой причинной связи между действиями этого мужика. И последствиями наступившими. Вот так вот совпало, что он ее ударил, она упала. И с ней вот приключилась вот тут, что перепила. Вот алкогольная интоксикация. Ой, звоню в тюрьму. Ребята, ой, скорее, скорее, выгоняйтесь незамедлительно. Ну, сейчас. Это дело не долго, не быстро. Дайте постановление, дайте санкцию опять прокурора. И все как положено. Все побросало, побежало. Мужика выводят. Я говорю, вот такая вот ситуация, знаете ли, я вас освобождаю. Как это? Как это? Я в тюрьму никак не запекаешься, оттуда стремятся. Он говорит, как это я освобождаю? Убил жену целую, поиздевался, еще раз следил. И все каранцы говорят, как это вы меня освобождаете? Так и не пойду я, сидеть я должен, в конце-то концов. Вот такой вот сознательный. Я говорю, да Кити, вот причина смерти алкогольная. Как это может быть? Давай мы с ним тут рассказываем. Это было вот так, вот так, вот так. Вот такой вот ситуации. Но, как-то, хоть он и незаконный арест, по сути, получает, и незаконное привлечение к углу ответственности, как-то в то время это мне сошло с рук. Безнаказанно осталось. Вот так. То ли жалоб не было. Ну, естественно, жалоб не было. Сарат Доспредь потом был. Теперь другая ситуация. Еще один незаконный. Слава Богу, это был второй и последний. Но из-за этого, так называемого незаконного ареста, знаете ли, в свое время я не получила орден Трубового Красного Знамени. Потому что случается и такое. Обычно у нас бьют. И всяко ругают. А что касается награждения, то оно как бы нет. Редко и вообще. Ну, видимо, разнарядка там пришла такая, что вот, а ну-ка поищите-ка там среди прокурорских работников. Может, кто и достойный орден этого высокого. Ну, поискали. На меня пал жеребий. А там выясняется не хуже, как вот когда к смертной казни приговаривают. Там все выворачивают наизнанку. Кто-то такой есть. И всю твою жизнь, и всю твою трудовую деятельность. И вот, поди, что ты нашли, что оказывается, я за 30 лет, я была привлечена к дисциплинарной ответственности. Мне было глябином злых говар. 30 лет назад. Ну, что факт? На лесу и за что? За незаконный арест. А этого не баран чихнул. Грубейшее нарушение. Грубейшее было. Тяжелее быть не может. Ну, и все. Я накрылся орденом по-другому. Его уручили. А я удостоилась поконцовки почетного работника прокуратуры. Нет, и только. Тоже немало и тоже редко. Ну, ладно. Фок с ним. Так вот, ситуация была такова, что уже потом оперативное совещание при прокуроре края, тогда в край входило, в районе тоже там же работало, они так и не могли прийти к выводу, виноваты мы с прокурором или нет. А было так. В деревушке, значит, в сообщение приходит убийство. Выезжай. Как сейчас помню, даже в Таграде с того времени осталось, я на мотоцикле рассекаюсь за ческом. По-другому никак не доберешься. На чем только не приходилось выезжать на место происшествия. Ну, вот в данном случае на мотоцикле Лёльки Качу. Приходили в деревню, банальная ситуация, проста как веник. Значит, алкоголики хозяева, муж с женой, к ним приехали гости, из каких-то щей свалились, ну, гости как. Просто вот по ошибке забрели, вот, с бутылкой, тут у них тоже продолжение пьянки. Вот так, как бы, мало знакомы. Знают, что зовут Володя, а её зовут вроде как Надя. Ну и всё. Бомжи. Места жительства не имеют никакого, не работают, ничего. Приехали, вроде как в Красноярске, что ли, болтались. Вот так вот. Ну ладно, с ней ножевое ранение. Пили-пили, как это водится. Значит, чего это друг другу не понравилось. И вот этот самый бомж в Красноярске зарезал эту тётушку, тётку другую. Ну и зарезал себе, и зарезал. А смотрелись, всё, давай выяснять. А кто такой-то? Зовут Володя, больше ничего не знаем. Да, проблемы искать. Место жительства не имеет, места работы не имеет, как фамилию не знаем. Красноярский миллион, а может и не Красноярский. Ну, здесь напрашивается единственный путь. Каким путём пойдём? Раз бомж, значит, тогда были приёмники и распределители, так называемые, вот туда помещали личность, подобного рода красных. Значит, начнём с проверки приёмников-распределителей. Откуда-то упала информация, что фамилия-то его вроде как, ну, назовём его Балашов, Владимир. Уже легче. Давайте-ка поищем. Выезжаю лично я туда. Вернее, нет. Запрашиваю вначале. Чего ж поеду-то? Вначале запросила. Два там таких приёмника. Вначале направила запрос. Вот такой-то, такой-то Владимир Балашов. Какого-то Альян Троулача на 49-го года рождения, 1900. Не задерживался ли когда-нибудь вот в вашем приёмнике? Если да, то прошу направить личное дело его с фотографиями и прочими делами. Приходит ответ. И личное дело к тому же. Фотографии там, правда, на самом бланке нет, а в конвертике на задней этой, на обложечку, значит, конвертик приклеиваю. И там фотографии с номером. Здесь, например, номер 2239, как это положено. Смотрю, где урожение, с чего, куда. Вот такой-то, сикой-то. Я вызываю, значит, свидетелей вот этих алкашей, которые хозяева присутствовали, которые при убийстве. И предъявляю как положено, по уголовному процессу, в числе других фотографий, вот эту фотографию из личного дела. Опознаете ли вы эту личность? Конечно, опознаю. Да, это он, Владимир, который назывался Красноярска, бомж, такой-сякой, в разы такие он-то. Мирзавец и убил ту женщину. Чудесненько. Чудесненько, опознали, все складывается хорошо. Объявляя в розыск. Объявляя в розыск, значит, нужно избрать меры пресечения. Заводчина, то есть аресты, санкции прокурора. Прокурор санкционирует при таком положении дел. Объявила в розыск, розыск поручила милиции. Дальше с миром живу. Через погоду получаю ответ. Вам объявлен в розыск, Балашов Владимир. Такой-то, с 49-го года рождение задержан нами по вашему заданию в городе Таганроге. И этапом направлен к вам чудесненько. Через месяц где-то, пока это вагонзак дойдет до Красноярска. Через месяц приходит, сообщение приходит. Пришел ваш арестованный, уже приместить. Хорошо. Вызываю его. В натуре, так сказать. Вначале допрашиваю. Вы такой-то, вы Балашов, да. Вы Владимир Валерьевич, да. Вы соблюден как бы рождение, да. Вы уже не Таганрога, да. Вы в приемник распределитель в Красноярске когда-либо задерживались, да. А теперь посмотрите на фотографию, которая здесь вот в конвертике. Это ваша фотография. А сама-то смотрю, что человек не тот. Да нет, конечно. Лично дело мое. Все данные мои. Да, я был. А фотография не моя. Вот те она. Вызывая свидетелей, предъявляя мужика этого, так сказать, в натуре на опознание. Да нет, это не он. О, боже ж ты мой. Делать-то что? Я полетела бегом в спецприемник этот самый, распределитель, уже лично в Красноярск. Давай я допытываться. Как вышло-то? Ребята. В общем, короче, они мне оказали медвежью услугу. Поднимают они вот это вот дело, когда проверили по картоте, да, задерживал. Смотрят, фотографии там нет. А номер-то есть? Тогда они посмотрели все негативы, вот под этим номером, да. Выбрали первый упавшийся с этим номером 2239, мне его распечатали, вложили в конверт. И на тебе, пожалуйста, где все это было. И я ей рада. Ха! Я говорю, как получилось? Они говорят, вы знаете, а у нас нумерация с 1 января каждого года начинается с нуля, с единицы. Первый задержан, 1 января, номер первый. И поехала дальше. Ой, и как теперь нам быть? Где фотография этого, этого Волошова? Не знаю. А того, которого познали, вообще понятия не имеют. Кто-то такой. Короче, искали-искали, мы так и не нашли ничего. Перед мужиком, естественно, но он-то месяц уже отсидел под стражей за подозрение в убийстве, которого он не совершал. И человек-то вовсе не тот. С одной стороны, как бы незаконный арест, да. Но с другой стороны, материалами дела-то все подтверждало, что это он. Кто же знал, что вот такой предимановка приключится с личным делом? Я перед этим мужиком уже как только не раскланивалась, как только не извинялась. Вы извините. Вот получается, вы же понимаете, вот так и так. Да я все понимаю. Да ничего, я не в обиде. Все нормально. Так, ребята, оперативники Солон-Родовская, снабдите деньгами, проводите. Те его, значит, с приседаниями, с поклонами, подручники на вокзал посадили в поезд. Извиняйте, пожалуйста, езжайте домой с миром или куда хотите. Я понимаю, я все понимаю. Все нормально. Что вы думаете? Он поехал не в дорогу, где он там жил или что он там делал. Он поехал в прокуратуру с жалобой на незаконный арест свел. А что б ты? Оттуда, естественно, запрос. Мы говорим, вот так было. Вызывают нас на оперативное совещание. Собирается это начальники всех отделов. Люди весьма умудренные, опытные и так далее. Как было? Было вот так, вот так. Ну так что теперь? Арест с незаконными? Ну, как незаконными? Ну вот материалы делаешь, все, да. А по сути, ну, как бы да. И вот они менжевались, менжевались, уже визжали, визжали. Ай, да и надоели вы. Идите, идите вместе с прокурором. Понять с ними, что это такое. А он не будет дурак, да еще одну жалобу. Да уже теперь в Генеральную прокуратуру. А там разбираться сильно и не стали. Человек не тот, не тот. Преступление этого не совершал, не совершал. Арестовали не того, не того. Значит, арест незаконный. Незаконный. Получите прокурор со следователем по выговору. Вот так дела и закончились. Такое отношение к этим самым незаконным арестам, и прочим делам. Ну, и так уже много наговорила. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.